Русская народная сказка, как мужик гусей делил. У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал попросить хлеба у барина, чтобы было с чем к барину идти. Поймал он гуся, изжарил его и понес. Барин принял гуся. Принял он гуся и говорит, а спасибо тебе, мужик. Только вот не знаю я, как мы этого гуся делить будем. У меня же жена, двое сыновей и две дочки. Как мы будем делить, совершенно не знаю. Мужик и говорит, я разделю. Взял мужик нож, отрезал голову и говорит барину, ты всему дому голова, тебе голову. Потом отрезал задок, подает барине. Тебе, говорит, дома сидеть, за домом смотреть, тебе задок. Потом отрезал лапки, подает сыновьям. Вам, говорит, ножки топтать, отцовские дорожки. А дочерям крылья отдал. Вы, говорит, скоро из дома улетите, вот вам покрылышку. А остатки, мужик, себе взял. Это, говорит, я себе беру. Барин позмеялся. И дал мужику еще хлеба и денег. Услышал богатый мужик, что барин наградил бедного мужика за гуся хлебом и деньгами. Зажарил он пять гусей и понес к барину. Барин принял гусей и говорит, да вот у меня жена, два сына, две дочки, всего шестеро. Как бы нам вот поровну разделить твоих гусей? Стал богатый мужик думать и ничего не придумал. Решил послать за бедным мужиком. Бедный мужик пришел, взял одного гуся, отдал барину. Вот, говорит, вас теперь с женой и гусем трое. Дал одного гуся сыновьям, и вас, говорит, теперь трое. Одного гуся отдал дочерям, и вас, говорит, теперь трое. А я, говорит бедный мужик, себе оставшихся двоих заберу. Нас теперь тоже трое. Барин не мог остановиться от смеха. Так смеялся, дал мужику еще больше денег и хлеба. Ну, а богатого мужика прогнал по своязи. Вот такая русская народная сказка, ребята. Ну, а нам пора прощаться с вами. До новых встреч. До свидания, мальчики. И до свидания, девочки. Пока-пока. 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 Пока-пока.